всех приветствую друзья на связи дан в этом видео посмотрим два боя из турниров поисках наутиллса играем за конфедерацию в алмазной лиге оппоненты против которых мы играли в принципе играли неплохо можно будет посмотреть на бой ну не обещаю что прям эпичные какие-то супер интересные бои будут но чтобы разобраться что за турнир какие карты как в это все дело играть можете получить много полезной информации бой проходит формате уничтожь базу противника или захватить 10 точек наутилуса точки наутилуса это контейнеры которые появляются раз какое-то время на море когда они появляются вы увидеть на миникарте синие треугольнички захватывайте зону наутилуса любым морским юнитом появляется контейнер с ресурсами забираете и в целом вы даже без сбора контейнер с ресурсами получаете плюс себе но очком 10 очков набирайте и побеждать ну или если вы более такой хардкорный игрок то идите уничтожайте базу противника и завершайте бой быстрее если уже допустим пробили с моря что советую вам обратить внимание самом начале на развертку вы можете выйти море в развертку но смысла в этом немного то есть суть заключается в том что на море нет контейнеров то есть будут появляться точки наутилуса которые вам будут давать дополнительный прирост ресурсов но их еще надо захватить еще дождаться когда не появится вначале как обычно играете на морских картах больших вообще в любых маленьких контейнер контейнеров нет поэтому стоит я вам советую как по крайней мере на данный момент не стараться выйти быстро в развертку в море а построить как экономику побольше центра снабжения и используя бусты на разведку пехоты и производство пехоты собрать побольше контейнеров на земле то что вы тем самым сможете все отстроить мощную экономику быстрее перейти в штаб 3 уровня отстроить много верфей и после чего вы сможете уже пытаться сажаться за морские контейнеры в этой тактике из менус то что вы не сможете заражить противника вы не сможете противник отобрать его контейнер который находится вот здесь и вы рискуете что у вас могут заражить и отобрать ваш контейнер который находится здесь но эта проблема решается довольно просто ставите торпедную установку Вот здесь вот И вот этот зонный утилс Противник захватить не сможет И вас не зарашит То есть в целом вы немного чуть теряете Ну для конституции Тактики которым можно играть Это раш дельт Забивая на условия турнира Просто попытаться уничтожить базу противника Зарашить Тактика вполне играбельна И во втором реплее я вам покажу Некоторые прикольные исполнения Даже не получится дельтами зарашить Что можно еще с дельтами сделать Оппонент сделал 4 каймана Стандартная тема Для сопротивления Советую в начале игры делать 4 дельты Потом переходить в производство Флота тяжелого викинга Посейдоны И дельты Вот у меня как видите Штаб третьего уровня Я достроил себе 2 ЦС То есть стандартно 5 Плюс 2 это 7 в итоге Вот и буду играть через 7 ЦС Через 3 верфи Одна будет улучшена до посейдонов На случай если противник выйдет в кречеты Нужны будут обязательно посейдоны Чтобы сбивать истребители Иначе вас просто кречетами загрызут У вас будут огромные потери Вы просто потом не сможете противника уничтожить Истребителя Для этого потребуется слишком много посейдонов Вот А делать их Дело посейдона Вы не делаете викинги А противник то будет все равно делать Аллигатор через 2 верфи То есть вы в большом минусе можете оказаться Вот Поэтому я в начале игры Стартанул хорошо У меня ресурсов упало много И я решил что выйду до посейдона Сделал 2-3 штуки И дальше перейду в производство викингов Собирая ресурсы На золотом производстве Я смогу быстро накальповать мощный флот Обязательно делаю дельты Через 1 верфь Ну на третьем уровне штаба Я больше и не могу построить верфей И улучшить То есть у меня максимальная Максимальная застройка по морю То есть это Верх 1 уровня Верх 3 уровня Верх 2 уровня Больше я построить не могу На третьем уровне штаба Переходить в 4 Смотрите сами Очень рискованно Вы отдадите там 3-4 контейнера на море Противник заминируется Не даст вам занять позицию хорошую Вот И у вас возникнет огромная проблема У нас начинается первое такое Морское сражение Как видите я уступаю противнику По численности армий Хотя Тоже такой вопрос Не точный Потому что 2 аллигатора на 2 викинга У него куча стрекоз У меня куча дельт То есть Сопротивление Концеренция должны по идее Играть примерно как-то так На этот турнир То есть Сопротивление Оно делает через 2 верфи Аллигаторы Обязательно И делает как минимум Через 1 авиазавод Дополнительно стрекоза Стрекоза могут использоваться Для сражения на море Если у противника отсутствуют Дельты Или же посидоны В случае Если у противника Есть Эти юниты На поле боя Вы будете Маневрировать Аллигаторами Стрекоза Можно попытаться Ударить во фланг противника Уничтожить У него какие-то здания Но я это предусмотрел Поэтому заранее поставил Еще Санкционарный ПВО на базе Чтобы для меня Стрекозы не были сюрпризом Когда я вам покажу Сегодня же Видео Обзор Как я играл За сопротивление Вы увидите Что могут сделать стрекозы Какие неприятности Они доставляют оппонентам В случае конфедерации Дельты Которые не могут Эффективно Сражаться На море Против аллигаторов Они могут Найти Сушу Берег С которой они зайдут В тыл базы И тоже начнут Доставлять неприятности Дельты на данный момент Они Очень сильные Так как у них Работает буст На морской удар Иконка уже заменилась Скоро Этот буст На морской удар Превратится в морскую разведку Но на данный момент Он все равно Сейчас дает еще Плюс 3 К дальности стрельбы Морских юнитов Включая дельты Хотя дельты Это не морские юниты Это амфибия Вот И на них Бусты атака Техники Не влияют Выпадает Зона наутилса Одна вторая Здесь Вроде как Подбор нормальный В другом Я вам покажу Там Точки выпали Вообще Как-то под базу Противника Мне было трудно Их захватить Тут уже конечно Как повезет В первом контейнере Который я взял Возле базы Было 360 ресурсов То есть Там наверное 200 в базе Зависит от того Насколько у вас Сильно прокачаны Умение командира На ресурсов Контейнер Во-вторых Контейнер Я подбирал Там было 560 Кажется Может быть Не знаю Там рандом Какой-то есть Сколько где Контейнеров Сколько Контейнер К ресурсов Лежит Ну вот Я до конца Не понял Противник Пытается захватить Зону наутилуса Я ему Это не даю Сделать У меня Перевес Он дал Что с помощью Стрекоз Он сможет Отогнать Меня с этой Точки Но он Ушибался В итоге Я сражение Выигрываю Захватываю Точку Опять же Усиливаюсь В позиции На море Тут в принципе Примерно Так же Логика Как и В прошлом Турнире Авангард Ты Получаешь Точку Становишься Сильнее Что тут Допускать ошибки Крайне Не Хорошо Это Верет Скорее К поражению В целом Противник Здесь играл Правильно Единственное Что он На втором штабе Долго сидел Но он Мало Контейнеров С ресурсами Взял По земле Он вышел Вы видели Вначале Он у меня Кайманами Поддрашил Хотел Отобрать у меня Морской Контейнер Но не получилось В итоге Кайманов Он сделал Потратил Ресурсы А экономику Отстроил Позже А у меня Экономика Мощная Плюс Я первые Точки В себе Взял То есть Противник Только Свою Домашнюю Взял Одну На этом Все Больше Он не смог Ничего Подобрать А я Вот еще Плюс Четыре Контейнера Подобрал Сделал Прямо Огромную Флотилию И пошел Уже Сносить Базу Противника На этом Моменте Он уже Сдался Этот Контракт Повыполнял Поседон Уничтожал Здание Так И Следующий Бой Уже Против Иммортала Ютубер Винрейт 80% Хороший Игрок Видео У него Интересное Советую Зайти к нему На канал Посмотреть Играли На карте Кросслейк Третья Карта Которую Я вам Не показывал Не покажу В этом Видео Она Называется Рыбное Место Зимняя Карта В целом Она Не сильно Отличается По геймплею От других Карт У меня Стандартная Двух Отправляя В угол Сюда И сюда Одного Отправляя В тыл базы Мало ли Здесь Где-то Контейнер Есть Да Он есть Его Надо Подбирать Вот Здесь Советую Сначала Идти Ближе К морю Пытаться Забрать Контейнер Потому что Их тут Два Находится Вот Здесь И вот Здесь Только Один Контейнер Насколько Я помню Вот Здесь Я уже Отстроил Торпедную Установку Возле Верфей Чтобы Не дать Противнику Захватить Мою точку Наутилуса Отстроил Себе Штаб Третьего Уровня Отстраиваю Дополнительно Два Центра Снабжения Переходим На снабжение И захватываем Точку Мы в целом Никуда не торопимся Сопротивление У нас В начале Имеет Преимущество В виде Кайманов Которые Могут Если что Не вступать В бой А уйти В сторону И задавить Числом Опять же Вот Четыре Каймана Четыре Дельты С ними Расправиться Спокойно Четыре Дельты Вторую Третью Точку Наутилуса Тоже Смогут Взять Спокойно Потому что Аллигаторы Скорее всего Не появятся На этой точке К этому моменту Если у противника Будет шесть Кайманов Вы с ними Опять же Справитесь Вряд ли Что сопротивление Будет делать Восемь Кайманов Ну Может он Это сделать Но Это уже Конечно Как прокачка Сыграет Может даже Четыре Дельты Справиться С восьми Кайманов А может Противник Просто Отсупит Увидев Что Вы слишком Много Дельт Презвели Продолжаю Презводить Потому что Противник Не дает Сея Разведать С этой стороны Койоты Были Здесь Тоже Будет Койот То есть Он Не хочет Чтоб Я разведал Я подумал Ну А че Ему Скрывать Аллигатор Не Удивишь Наверное Он упадет В Стрекозы Или Вкречет Поэтому Я решил Апнуться Сразу До Посейдонов Презвожу Первый Свой Чтоб Прикрываться От Стребителей Хоть Как-то Да Это Огромная Проблема Для Конститерации То Что У него Вообще Нет Антиэра Никакого На Море То есть Стрекозы Алики Вообще Весь Флот Авиация Сопротивления Особенно Когда Герои Выйдут Оса Будут Доставлять Огромные Проблемы Конститерации Что с этим Делать Не очень Понятно То есть Вроде Как Флот Конститерация Сильней Сопротивления В лобовом Сражении Но Конститерация Тем Что У Конфы Нет Антиэра То Что Как раз Таки Авиация Может Разбирать Флот Ну Стрекозы Не очень Эффективны Против Дельта А вот Кречеты Это Прям Сказка Особенно Если Вы Смогли В этих Штап Четвертого Хорошие Против Вертолетов То есть Они Эффективнее Сражаются С ними Чем Любые Другие Юниты Там Те же Самые Поседоны Они Долго Их Уничтожают Вот Дельты За счет Морского Удара Могут Быстренько Расставлять На расстоянии Вот И Терял Мысль Дельты Они В больших Количествах При поддержке Викингов Если Викинги Будут Фокусироваться Ну Алики Будут Фокусироваться На Викинги Дельты В целом Тоже Неплохой Урон Наносит Когда Их 7 Штук Они Могут Помочь Вам Выиграть В Сражении Допустим Противник 4 Аллигатора У меня 5 Викингов Но Здесь Противник Ошибка Допустил То Что Он Решил Поплыть Наверх Я Чуть Перехватил У меня Викингов Оказалось Больше Потери У меня Меньше Нижнюю Зона Наутилс Он Захватывает Вот Но Мы Тут Встали Удачно Расстреляли Его Флот И Занимаем Позицию Возле Его Выхода Сверхи У него Здесь Одна Верх Стоит Вот Ну Дельты Не Пригодились Потому Что Он Авиацию Не Производил Он Видимо Не Использовал Золотые Бусты Когда Играл В этот Турнир Потому Что Не Было Сильного Прям Такого Видно Что Он Похоже Не Использовал Бусты На Снабжение То есть Аликов У него Примерно То же Самое Количе Что У Меня Цесок У него Было Меньше Штаб Третьего Уровня Вертолет Он Не Производил А я Производил И Посейдон И Вышел И Викинги И Дельты Он Скорее Сего Не Использовал Бусты Или Сходил На Разведку Посмотреть Что Это За Турнир Как Его Играть Вот В целом На этом Бой Наверное Завершается Я Сейчас Еще Покажу Момент Где Дельты Использую То есть Вот Для чего Можно Использовать Дельты То есть Они Здесь Уже Не Сильно Могут Помочь Если Противник Перестает Использовать Авиацию Вы Просто Берете Дельты Загоняйте На базу Противнику Ему Подбиться Нужны Или Кречеты Или Пушки Или Куча Пех В общем Вы Заставляете Противника Тратиться На Наземку На Оборонку А эта Оборонка Ему Не Поможет Чтобы Захватывать Зону Наутилуса А вы Всегда Тоже Можете Отступить Дельты Назад Так что Не знаю Мне кажется Что Турнир Более Менее Сбалансирован Как Оно Будет На самом Деле Практика Покажет Не Сказать Что Какая Кайманы Быстрее До заказа Доплывают До Центра Сражения Кайманы Могут Закручивать Торпедки Сарикозы Могут Залететь В тыл Базы Уничтожить Электростанции Сбить Производство Викингов Противников Эти же Сарикозы Могут И викингов Уничтожить Если у Противника Резко Закончится Дельта Или Поседона Консерация Может Тловые Атаки Устраивать С помощью Дельт Тоже Сильно Отвлекать Противника В целом Единственная Проблема Которая Вижу Что Мины Мины Очень Трудно Снимать Особенно Спротивник Держит Хорошую Линию То есть Это Будет Огромная Проблема Поэтому Нельзя Давать Противнику Никогда Заминироваться На Карте Но Здесь Тоже Это Проблемастично Потому Что Видите Какие Просторы Это Не Предыдущий Турнир Где Были Большое Количество Островов Островов Немного Но Они Очень Сильно Мешали Конференциям У них Торпеды Викингов Не выпускались И Один на Один Несмотря на Мочках Конференциям И Три Ствола Она Проигрывала Двум Стволам Аллигаторов Вот Так что Турнир Будет Более Сбалансированный Более Честный Здесь Уже Посмотрим То Как Играть Будет Скоро Скоро Сейчас Вторым Видео Вам Попубликуем Как я Играл Сопротивление Там Был Такой Серьезный Бой Были Шансы Проиграть Я Покажу Как Я Вышел Из Ситуации Благодарю За просмотр Подписывайтесь На канал И Желаю Всем Удачи Продолжение следует Продолжение следует